На собрании собственников многоквартирных домов можно решить важные вопросы, касающиеся управления, содержания, ремонта и использования общего имущества. В Подмосковье с 2018 года такие мероприятия можно проводить в электронном формате. О том, как перейти на новый формат и не только, мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В прямом эфире ТВ программы «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Михаил Владимирович Каратаев, заместитель главы администрации Одинцовского округа. Здравствуйте! Добрый вечер! А я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что у них есть возможность задать свои вопросы гостю в студии. 8-495-508-86-84 наш номер телефона. Кроме того, прямой эфир сейчас также идет в социальной сети Instagram, где вы можете оставлять свои вопросы и комментарии. Михаил Владимирович, ну, наверное, первый вопрос, который интересует всех. Так чем же электронное голосование лучше традиционного, очного, которому, наверное, большинство привыкло? Ну, в первую очередь, оно лучше тем, что вы можете проголосовать из любого места, где есть интернет. То есть электронное голосование, оно не привязано ни к территории, ни ко времени суток, ни к вашим возможностям присутствовать на нем. То есть у нас есть три базовые формы сейчас. Это очная, заочная и очно-заочная формы, которые требуют присутствия человека, либо требуют от него заполнения бланков. А электронная форма, это уже четвертая форма голосования, которая позволяет не присутствовать при голосовании, не заполнять бланки в бумажном виде, а сразу же зайти на сайт и проголосовать в электронном виде. И из таких нюансов, которые есть еще на сегодня, до окончания голосования вы можете поменять свое мнение. То есть это не как бланк, вы его отдали и все. Здесь вы можете обратно зайти в свой личный кабинет и еще раз проверить, все ли вы проголосовали так, как хотели. Поэтому здесь как бы вот удобство именно в этом. И в то же время, кто не отменяет, можно также на бланках проголосовать, отдать их в управляющую компанию, либо тому, кто организовал это собрание, так называемый администратор. Это может быть житель, может быть управляющая компания, может быть администрация, в зависимости от того, кто инициировал собрание. И он внесет ваш бланк, который заполнен вручную в электронную базу. То есть уехал в отпуск, это не повод не участвовать в собрании собственников жилья. Да, уехали в отпуск, работаете допоздна, не могли в выходные, выходные были на даче, не слышали там, что это. Вам приходит уведомление о том, что проводится собрание. Вы проходите по ссылочке и уже голосуете в то время, когда вам удобно. Опять же, вы можете уточнить какие-то вопросы, переспросить, позвонить инициатору, узнать, что он имел в виду под тем или иным вопросом. То есть здесь более гибкая, получается, история с точки зрения именно того, что человек может выбрать время, когда это сделать место и как, самое главное, это себе упростить. То есть, наверное, более взвешенно можно подойти к принятию решения, к тому вопросу, который выставлен на электронном голосовании. Кстати, какие вопросы на электронном голосовании могут рассматриваться? Любые или есть какой-то перечень? Ну, это в основном вопросы, которые волнуют жителей, как собственников общедомового имущества. То есть это вопросы, связанные с содержанием дома, вопросы, связанные с его текущим обслуживанием, ремонтами, вопрос установки лавочек, вопрос об устройстве тех или иных благоустройств во дворе, если двор принадлежит дому. Вот вопросы, связанные с пользованием общим имуществом, вопросы, связанные с управляющей компанией, установлением тарифов, сменой управляющей компании, дополнительные услуги управляющих компаний, дополнительные услуги с точки зрения тех или иных интернет-провайдеров. Пожалуйста, очень часто бывает, что жители там голосуют, пропускать тех провайдеров, пропускать других. Услуги, связанные с кабельным телевидением, тоже раньше очень популярный был вопрос, разрешать прокладывать кабели, не разрешать прокладывать кабели. То есть эти все вещи можно выносить на общее собрание, но хочу отметить, что кроме общих собраний эта система поддерживает и опросы. То есть вы можете провести просто опрос. Не с точки зрения того, что вы провели серьезное, уже официальное собрание, а спросили, ну, к примеру, там во дворе стоит турник, и вы хотите его покрасить. Ну, для этого проводить УСС это как бы, нет, а вот покрасить в какой цвет? В синий, зеленый, либо черный, ну, кому вот что нравится. И из этого уже исходя понять, что вот, то есть это, к примеру, очень часто такие вещи, они в подъезде живет же несколько собственников, там, как минимум четыре. И, соответственно, у каждого свое мнение. Можно быстро от всех получить их мнение. И это мнение как бы будет учтено. Поэтому здесь большая мобильность, с одной стороны, во-вторых, большая вовлеченность. Да, время сейчас такое, что с глазу на глаз переговорить, к сожалению, возможности зачастую просто не бывает. Сейчас все так или иначе у нас уходит в онлайн. Значит ли это, что собрания собственников будут только в электронном виде? Или вот те формы, о которых вы рассказали, те форматы, они будут вместе с нами? Смотрите, электронное собрание, оно объявляется в электронном виде, оно проводится в электронном виде, но у него есть форма, когда вы можете собраться с жителями и провести обсуждение. И по результатам обсуждений собрать бланки, к примеру, голосования, что человек проголосовал, а дальше уже инициатор вносит эти бланки в систему. То есть у нас получается такая некая миксовая форма, то есть и очная форма, и заочная форма, и электронная, все в одном. Но под эгидой именно электронный, то есть первично это объявление электронного голосования. То есть любой житель, который зарегистрировался в системе, может после регистрации и подтверждения права собственности на то или иное имущество, хочется отметить, что голосование объявлять и принимать в нем участие могут собственники всех помещений, то есть как жилых, так и нежилых. Голосующими являются квадратные метры, то есть количество квадратных метров определяет весь голоса. И соответственно любой собственник, который захочет провести собрание, он может его объявить. И об этом будут уведомлены все, кто подключен к этой системе. А те, кто не подключен, их конечно нужно уведомить старыми традиционными способами. Развесить объявление в подъезде, отправить им письма, потому что только те, кто уже зарегистрировался в системе ЕАС ЖКХ, будут получать уведомления о том, что в их доме проводится собрание. Но опять же, многие же сейчас имеют несколько объектов недвижимости, причем эти объекты недвижимости могут быть в разных городах. Поэтому когда вы зарегистрированы, вы будете знать всегда, что в вашем доме проводят собрание или опрос. И не пропустите ничего точно. При этом вы можете там не жить. То есть у вас нет необходимости ни ехать туда, ни что-то смотреть. И ни для кого не секрет, что очень часто жители говорят, а нас не спрашивали. А мы не знали. А когда это проводилось. Да, да, а что разве такое было? А здесь точно вам придет уведомление. Это либо пуш-уведомление, либо смс-ка, в зависимости от настроек. И вы будете понимать, что вот собрание началось. Проходите по ссылочке, читаете подробно повестку и решаете, принимать в нем участие или не принимать раз, а потом какие решения по тем или иным. То есть на самом деле сейчас основная история это в том, чтобы люди зашли в систему ЕАС, подтвердили свою собственность, что да, это вот их квартира. И это все делается через госуслуги. То есть уже в госуслугах вы должны иметь свою учетную запись. Подтвержденную. Да, подтвержденную, да, конечно. Потому что вы же голосуете, поэтому у вас уже должна быть подтвержденная учетная запись на госуслугах. Далее вы проходите в систему ЕАС, на основании ваших данных система находит те объекты недвижимости, которые ваши, она это показывает сразу, вы подтверждаете. Да, это моя квартира. Смотрите, все ли там верно, подтверждаете, все, вы принимаете теперь участие. Вы имеете право, повторюсь, либо организовать ОСС, либо организовать опрос, либо принять участие в любом идущем собрании, либо опросе, который уже объявлен на вашем доме. Собрание ограничено домом. То есть вот все, что входит в дом, оно все относится к ограниченному кругу лиц, которые живут в этом доме. Сосед, у которого есть квартира в соседнем доме, он не сможет в ваших собраниях, которые вы проводите на своем доме, принимать участие, либо их просматривать. Это справедливо. То есть система как бы ограничивает именно вот по признаку дома. А если в одной квартире несколько собственников, оба там все имеют? Долевая собственность там тоже поддерживается, можно принимать участие каждый. По закону каждый из собственников, даже если у него маленькая доля совсем, он все равно имеет право голоса. Если он собственник, он имеет право голоса. Уже третий год в Одинцовском округе у собственников помещений в многоквартирных домах есть возможность решать домовые проблемы удаленно с помощью электронного голосования. Подробности в материале нашего корреспондента. Сейчас в доме 32 по Союзной улице проходит общее собрание собственников в электронном виде с помощью единой информационно-аналитической системы ЖКХ. На повестке дня несколько актуальных вопросов, в том числе демонтаж мусоропровода и переход на электронный формат собраний. Очень хочется, чтобы наши жители и наши соседи тоже подключились к этому, потому что собрать собрание в доме очень сложно. Провести его и какие-то принять решения, когда 90% людей, то пандемия, то лето, то дача, собрать тяжело. А с использованием этой системы, находитесь вы на даче, находитесь вы в отпуске, пришло сообщение на почту, зашли через госуслуги, подтвердили, да, да, нет, нет, все, получили информацию. Стоит только помнить, что если в квартире несколько собственников, то проголосовать должен каждый. При этом, пользуясь системой, можно отслеживать информацию о проведенных собраниях. Многие решения, касающиеся дома, в дальнейшем будут приниматься в кратчайшие сроки, без бумажной волокиты. Мелкими уверенными шагами мы идем к цели, потому что технология не стоит на месте, да, мы живем уже в 21 веке, в веке технологий, вот, и хочется уже, соответственно, быть всегда на высоте. Правда, новой системе пока не очень доверяет старшее поколение, боятся за безопасность личных данных. Они, а также те, у кого нет технической возможности проголосовать в электронном виде, отдать свой голос смогут по старинке, на бумажном носителе. А затем передать бюллетень администратору собрания для дальнейшего внесения сведений в систему. В первую очередь, это безопасность, подделать голос собственника никто не сможет, как раз вот к вопросу о том, что подделывали бюллетени, как некоторые заявляли собственники, что мы не голосовали. Теперь, если вы проголосуете через госуслуги в личном кабинете ЯЖКХ, никакой голос подделать невозможно. Возможность проведения общего собрания в электронном виде у собственников помещений в многоквартирных домах Одинцовского округа появилась в 2019 году в рамках пилотного проекта. По итогам прошлого года мы стали лидером рейтинга муниципалитетов по проведению общих собраний в электронном виде. Сейчас почти половина жилых домов округа уже опробовала на себе голосование с помощью единой информационно-аналитической системы ЖКХ. С мая 2020 года внесены изменения в жилищный кодекс, которые позволяют проводить электронные собрания сразу в электронном виде. Первое собрание проводится, выносится пять обязательных вопросов. Там выбор администратор, выбор порядок приема администраторам и утверждение, собственно, самой системы для проведения этих собраний. Удобство электронного голосования очевидно. Для участия необходимы лишь выход в интернет и регистрация на портале госуслуг. Инициатором референдума может стать любой собственник, управляющая компания или орган местного самоуправления. Необходимо лишь зайти в систему и заполнить заявку. Голосование начнется не ранее 10 рабочих дней после даты инициирования и продолжится от 7 до 60 дней. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим об электронном голосовании 8495-508-86-84. Михаил Лазьбович, поподробнее давайте остановимся на том, как технически осуществляется голосование. Необходим, как мы уже с вами проговорили, доступ к госуслугам, подтвержден учет на запись. На какой платформе идет голосование? Там же на госуслугах или на какой-то другой? Нет, голосование идет на платформе ЕАС ЖКХ. Эта платформа работает на сайте Московской области, ее создала. Вот, соответственно, набираем в строчке поисковика ЕАС ЖКХ МО и приходите на сайт. На этом сайте сразу же можно выбрать, кто вы, юридическое лицо, либо физическое лицо, и дальше. То есть гражданин может дальше зарегистрироваться уже в этой системе. После этого вы попадаете на основную страницу системы, и на этой странице вы можете принять участие в голосовании. Хочется отметить, что это не только функция голосования, этот сайт поддерживает, он поддерживает функции приема показаний счетчиков, он поддерживает функции оставить заявку. То есть если вам какие-то работы нужно провести, либо вы считаете, что-то нужно сделать в подъезде, с внешней стороны дома, вы можете оставить заявку в управляющую компанию, и управляющая компания ее отработает. То есть житель, опять же, может не обращаться в множество инстанций. Не звонить и не ходить. Не звонить в диспетчерскую, не ходить в диспетчерскую, а просто оформить заявку, и эта заявка будет отражена в системе, она будет отконтролирована 100%. То есть здесь будет присыловой номер, к ней будет прикреплен сразу же идентификатор, и будет отслежено, как она выполнена, не выполнена. То есть каждая управляющая компания в этой системе находится, опять же, на тотальном контроле с точки зрения выполнения тех или иных работ. Также можно посмотреть, что есть на доме с точки зрения его характеристик. Есть форум, ну форум это классическая история, когда жители могут общаться на любые темы, которые им удобны. Ну и провести оплату за ЖКХ тоже поддерживает функцию эта программа. То есть можно все это сделать на одном сайте, который объединяет все эти функции. Если технической возможности нет, голосуем с помощью бланка по старинке. Да, можно с помощью бланка проголосовать. Но опять же, это все связано именно с тем, что бланк, надо его распечатать, надо на нем заполнить, потом его куда-то отнести. И, соответственно, это дополнительное и время, и хождение. А так сразу можно все на сайте быстро сделать. При этом, повторюсь, вы никоим образом не ограничены с точки зрения принятия решения по времени. То есть вы видите, когда начало, когда подведение итогов. И вот в этот промежуток времени, хоть ночью, хоть днем, хоть из другой части света, вы можете проголосовать, при этом используя просто телефон и данное приложение. А если вот так получилось, что даже этот срок собственник пропустил, все, поезд ушел или еще каким-то образом можно принять участие в голосовании? Все. То есть если собрание закончено, то оно закончено. Подводятся итоги. У собрания бывают два состояния. Либо оно было проведено с кворумом, когда приняло участие более 50% собственников, либо без кворума, когда менее 50% собственников. Опять же подчеркнуть, что собственник, это не в штуках считается, а в квадратных метрах. То есть, условно говоря, в доме, в каком-то условном доме может быть 5 квартир по 10 квадратных метров, и одна квартира 50 квадратных метров. Вот если одна квартира 50 квадратных метров проголосовала, то собрание уже состоялось. Ну, это, конечно, утрировано, но по факту... Ну, это как пример, чтобы было понятно. Да, чтобы было понятно, что... А на самом деле квартир там больше. Поэтому здесь важно именно, чтобы собственники понимали, что когда они голосуют, они голосуют именно квадратными метрами. И это является ключевым с точки зрения РС голоса. А срок проведения вот этого голосования определяет его организатор? Или есть какие-то установленные рамки, там, неделя, например? Есть рекомендованные рамки. То есть, по серьезным вопросам это обычно месяц где-то. По таким не сильно критичным вопросам это неделя. Достаточное время для того, чтобы успеть принять участие. Да, но это выбирается внутри системы. То есть, когда вы объявляете голосование, там вам зададут множество вопросов, в том числе сроки проведения. Там надо будет определить, где будут храниться бланки, если эти бланки, кто их... Ну, то есть, там организационные вопросы все прописаны, и они достаточно хорошо сформулированы. То есть, любой может понять. Повторюсь, если кто-то хочет потренироваться, он может потренироваться в виде опросов. То есть, это, в принципе, тоже интересная процедура. То есть, опрос, он рекомендательной характерности. То есть, если ОСС это уже принятое решение, которое обязательно к исполнению, то опрос это вещь, которую вы хотели узнать мнение соседей. Ну, там, например, у вас есть желание повесить прожектор на детскую площадку. Считаете, что там света мало, надо, чтобы было более светло. И вы спрашиваете соседей, а вы против, не против? Кто-то скажет, а мне в окна будет светить. Кто-то скажет, а давайте повесим вот туда. Кто-то там скажет, а давайте повесим желтого цвета прожектора. Кто-то скажет, нет, наоборот, лучше белого. А кто-то скажет, давайте два, чтобы посвященность была равномерная. Ну, вот, и здесь, как бы, можно сформулировать вопросы так, чтобы было понятно, что хотят жители. Ну, к примеру, у нас очень часто, там, если вспомнить детские площадки, идут споры, а резиновое покрытие лучше? Или все-таки песочек? Вот тоже. Вот. Сейчас большинство, конечно, к резинке склоняются, но раньше было вот, что многие считали, особенно старшее поколение, что песок это лучше, а резинка, она вот имеет там неприятный запах, когда снагревается на солнце и что-то такое. То есть многие там сомневались в этом. Ну, сейчас, конечно, все пришли к тому, что все-таки резиновое покрытие, оно гораздо более травмобезопасное. Ну, это так вот из нюансов, которые приходят сразу на ум, когда думаешь, что, а что спросить соседей? Ну, там, из тоже популярных вопросов, это лавочки. Нужна лавочка у подъезда или нет? Кто-то говорит, нужна. А кто-то говорит, а там собираются маргинальные личности. Всякие разные, да. Нам не надо. И так далее. Шельте первых этажей, наверное, в первую очередь голосуют против. Да, конечно. Ну, то есть здесь, как бы, вот опять же, вопрос именно того, что хотят обсудить жители. Если они это обсуждают, то это все остается в системе. И всегда можно поднять, кто как проголосовал. То есть, ну, человек говорит, я не голосовал. В систему можно сойти. Все помнит, интернет все помнит. И сказать, вот смотрите, вы проголосовали тогда-то, тогда-то. Проголосовали вот так. Если он скажет, это не я, ну, тут уже, как бы, вопрос встает, кому попал пароль от госуслуг. Не иначе. То есть, хакеры госуслуги все-таки это государственные сайты. И, как бы, государство заботится о том, чтобы эти вещи были высокозащищенными. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Это я, да? Меня зовут Раиса Николаевна. Очень приятно, Раиса Николаевна. Уважаемый Михаил Владимирович, я вот сейчас включила телевизор и не поняла, за что мы должны голосовать. Вы мне объясните, пожалуйста. Я что-то прозевала, что вы говорили. За что мы должны голосовать? Вот нам прислали ваши уважаемые собственники многофартирного дома. Объявления повесили на дверях. В соответствии с отпоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области установлены следующие тарифы. И там, и идет внизу, все описывает, какие тарифы у нас повышаются с 1 июля. Это правда или нет? Вот я старше по подъезду, давно тут живу, полюбанного Телова и 10 башня. Вы знаете, немножко я бы вам пожаловалась. Я вот даже не знаю, чем вы заведуете. Я первый раз вас вижу по телевизору. И очень вас прошло, обратите внимание на наш дом. Люба Новоселова и 10 башня. Вот такой вопрос от Раисы Николаевны. Раиса Николаевна, наверное, стоит ответить на два вопроса. Первое, по поводу тарифов. Тарифы, которые у вас вывешены в подъезде, это тарифы, которые утверждены на коммунальные услуги. Каждый год комитет по ценам и тарифам устанавливает тарифы на коммунальные услуги. Это теплооснабжение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, вывоз мусора и капитальный ремонт. В том числе каждый год у нас проводится индексация тарифов. Соответственно, в подъезде вывешены сейчас как раз тарифы, которые начали действовать с 1 июля. Если говорить про голосования, о которых я рассказываю, это голосование в электронном виде. Тема этих голосований может быть любая. Тарифы на коммунальные услуги голосования не подлежат. Они регулируются централизованно на уровне Федерации и на уровне нашей Московской области в том числе. То есть Федерация спускает вниз предельные индексы роста тарифов, а дальше уже комитеты по ценам и тарифам, в том числе Московской области, устанавливают тарифы на территорию субъекта Российской Федерации. Я напоминаю, мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Звоните и задавайте ваши вопросы. А если возвращаться к онлайн-голосованиям, решения, которые приняты в ходе таких голосований, имеют такую же силу, как те, которые были приняты на очных? Да, это такая же абсолютно сила решения. То есть оно абсолютно легитимно. И самое главное, что оно уже защищено с точки зрения того, достоверные данные либо недостоверные. То есть ошибки исключены. Ошибки исключены и подсчет голосов идется так же автоматизированно. То есть это не вручную подсчитывается. Система сразу берет те данные, которые есть по поводу площадей и раскладывает голоса пропорционально тем площадям, которые учтены. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Анастасия. Анастасия, очень приятно. Спрашивайте. Я жительница дома номер 5 по улице Недельно. У меня такой вопрос. Какие меры можно еще принять для ликвидации крыс в нашем городе? В наших подъездах тоже развешивались информационные лица о том, что были заключены договора на дезинфекцию. Но вот в настоящий момент, вот прям сегодня у нас происходит ремонт. И вечером вылезают все крысы, которые только можно. И бегают от площади до храма. И все это творится вот из центрального круга на Можейском шоссе. Мы от крыс уже задыхаемся. Мы вот все, кто автовладельцы нашего дома, мы уже за два года по два, по три раза чинили двигатели и провода в машинах. Это просто невозможно. Это антисоциализм продолжает огромный период времени, больше двух лет. И крысы бегают не только ночью, но уже и днем. То есть вот какие меры еще можно принять администрации города для того, чтобы просто помочь нам, мы уже не можем. Мы писали и в доброделы, и в обращательную администрацию, и в частном порядке. Но ничего не помогает. Крысы как есть, так они никуда не делись. Они растут больше в размерах, и меньше их не становится. Спасибо большое, Анастасия, за вопрос. Вот такой вопрос, не совсем по электронному голосованию, но тем не менее очень волнующий жителей. Ну, крысы на самом деле это спутники человеческой цивилизации. К сожалению, везде, где есть люди, могут появиться эти животные. В отношении многоквартирных домов диротизация, это процедура как раз по утравле крыс. Она должна проводиться раз в месяц. Осуществляется она специализированными организациями. Управляющая компания должна заключать договор, а специализированная организация обрабатывать и раскладывать приманки с отравлами для того, чтобы сократить популяцию. Если говорить о крысах, которые на улице, это уже вопрос, связанный с благоустройством. Этим у нас занимается централизованная МБУ, которая также либо нанимает специализированную, либо сами занимается этим. Но абсолютно правильно было сказать, что в этом году у нас аномально много этих животных. Это связано и с тем, что зима была холодной. Они, видимо, в какой тепель наступило, активно повыходили на свет. Соответственно, сейчас мы проводили весной травлю, потом второй раз летом. Но сейчас будем еще раз делать это, потому что, к сожалению, их достаточно много. И с увеличением уровня урбанизации крысы, они начинают выходить, и их достаточно много появляется именно в местах обитания человека. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Любовь Михайловна. Любовь Михайловна, очень приятно. Задавайте ваши вопросы. Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, я не являюсь собственником квартиры, квартира муниципальная. Я имею возможность в ЕАС проголосовать, или это будет по-другому как-то от собственника сделано, конкретно от муниципалитета? Спасибо большое за вопрос. Хороший вопрос. Очень правильный вопрос. Да, голосуют только собственники. Соответственно, по вашей квартире голосование будет осуществляться от имени администрации, и администрация будет голосовать в электронном виде. Конкретно, если говорить о людях, то мы получим уведомление точно так же, как и любой собственник о проведении голосования в электронном виде, и дальше будем принимать в нем участие в зависимости от тех вопросов, которые там будут поставлены, будем принимать решения. В Инстаграм поддерживают Анастасию, Алинка пишет, что действительно неделя на вся заполнена крысами. Добавляет она к вопросу Анастасия. Можно ли оспорить решение, которое было принято в ходе вот такого заочного голосования? Все решения, которые принимаются на общих собраниях, могут быть оспорены в судебном порядке. То есть, собственник может обратиться в суд и с заявлением о том, что он считает, что данное решение нелегитимно. Второй в этом году обучающий семинар про ЖКХ состоялся в здании администрации Одинцовского округа. Жители смогли задать лектору все интересующие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Обсудили в том числе и электронное голосование. Внимание на экран. Прокачать знания по ЖКХ смогли жители Одинцова. Одной из главных тем обучающего семинара стало проведение общих собраний собственников в онлайн-формате с помощью единой информационно-аналитической системы. Также участникам рассказали о тарифах на жилищно-коммунальные услуги и особенностях проведения капремонта. Это очень полезный семинар, где, допустим, житель не может разобраться, новый человек или не может разобраться в каком-то данном моменте по ЖКХ, он может его задать, придя сюда на семинар. Все доступно, все понятно. Вопрос задаешь, вопрос-ответ разбирает вопросы. Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области совместно с региональным министерством ЖКХ уже четвертый год проводят бесплатные обучающие семинары. Это занятие второе в этом году, прошедшее в Одинцове. При этом среди участников есть как постоянные слушатели, так и новички. А в целом целевая аудитория у семинаров про ЖКХ очень разная. Именно вот с этого года пошел всплеск молодых людей в возрасте от 35 лет. То есть они задают уже конкретные вопросы, правильные действия. И начинают осмысливать о том, что все-таки многоквартирный дом – это целостный дом, а не просто квартира, в котором проживают. Семинар прошел в форме живого диалога. Лектор, действующий председатель совета многоквартирного дома и независимый эксперт в области ЖКХ Евгения Петухова дала компетентные ответы на все вопросы. А в завершение каждый участник получил полезную брошюру «Все о ЖКХ. Основы жилищно-коммунального хозяйства». В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим об электронном голосовании в многоквартирных домах 8495, 508, 86, 84. Здравствуйте. 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 Как Вас зовут? Меня зовут Ирина Николаевна. Ирина, очень приятно. Ирина Николаевна, задавайте Ваш вопрос. Вы знаете, я хочу пожелать Вам доброго здоровья, всем присутствующим. Спасибо. В первую очередь. И я не по этой теме, у меня просто вопрос, может быть, мне подскажет Ваш сегодняшний. Михаил Владимирович, да. У меня сломан счетчик электрический. Полгода я жду. Вот обращалась Мосэнерго туда-сюда, сказали, в течение полугода или покупать. Можно как-то разрешить этот вопрос? Я плачу за электроэнергию. То есть последние там 1200 у меня был по счету, и вот 1200 каждый месяц я плачу за электроэнергию. Ага, средний, наверное, показатель. А вот я постоянно никогда не задерживаю квартплату. Вот как-то можно куда-то обратиться, чтобы мне как-то уже страшно стало с февраля месяца это длиться. Куда бы мне обратиться? Посоветуете? Спасибо большое за вопрос, Ирина Николаевна. Ирина Николаевна, на Ваш вопрос можно порекомендовать две вещи. Первое. Напишите обращение в управление ЖКХ, мы разберемся по адресу, в чем ситуация и почему Вам до сих пор не поменяли счетчик. А в целом все электросчетчики по новому законодательству теперь обязаны менять энергоснабжающую компанию. У нас это МОЗ «Энергосбыт». То есть покупать не надо? Да, покупать не надо. Соответственно, если у Вас ранее счетчик был, он имел поверку и как бы работал, а потом вышел из поверочного интервала либо пришел в негодность, то теперь должна заменить энергоснабжающую компанию «МОЗ «Энергосбыт». Энергосбытовая. У нас комментарий в Инстаграм от ФОА «1983». В нашем доме сейчас проходит ОСС по тарифам. После того, как ОМСО подняли тарифы с 1 июля, собственники сразу инициировали электронное собрание. Очень удобно электронно голосовать. Ну, правильно, абсолютно. Такой интересный комментарий. Вот сейчас послушают зрители и захотят тоже, да, собственники организовать электронное голосование. Давайте немножко подытожим. Что, как, с чего начать? Ну, начать в первую очередь с регистрации на ЕАС ЖКХ. Потом там есть кнопка «Инициировать собрание». Нужно будет инициировать собрание. И далее на этом собрании вы формируете те вопросы, которые вы хотите обсудить. То есть прямо заполняете форму, и эти вопросы будут внесены в бюллетень голосования. Просто удобно, никуда ходить не нужно. А я предлагаю перейти к еще одной теме сегодняшней программы. Это, наверное, тоже приятная тема «Коммунальный бонус», который сейчас в Подмосковье могут получить пользователи жилищно-коммунальных услуг, которыми, наверное, является большинство. Что же это такое «Коммунальный бонус»? «Коммунальный бонус» — это программа, которую запустил «Мосфоблъюрц». Это поощрение тех людей, которые платят за коммунальные услуги вовремя и в полном объеме. То есть у нас на сегодняшний день есть квитанции, которые выпускает «Мосфоблъюрц». В них учтены все жилищные и коммунальные услуги. И, соответственно, человек, если оплатил эту квитанцию до 10 числа текущего месяца, он имеет возможность получить бонусы в виде купонов на скидку в тех или иных предприятиях либо в объектах общепита. И, соответственно, далее обратиться уже в эти организации и получить там услуги со скидкой. А где можно найти информацию о самой программе и о бонусах, которые положены за своевременную оплату? Это можно найти на сайте «Мосфоблъюрца». Там они все подробно расписаны. Ну, если говорить о том, какие организации предоставляют бонусы, то, повторюсь, это в первую очередь общепит. То есть у нас там, насколько я понимаю, сейчас самые популярные, это в том числе «Бургер Кинг», дальше там кинотеатры, «Око» и «Ви» и так далее, «Озон», различные косметические компании. И в том числе сейчас идут разговоры о том, чтобы с «Яндекс», маркетом «Яндекс.Такси» тоже договориться о каких-то бонусах дополнительных. А как после оплаты своевременной квитанции можно этот бонус получить? Письмо какое-то приходит. Как работает система? Вам приходит купон в виде PDF-файла. Вы можете сохранить его себе на мобильном устройстве, либо распечатать, как удобнее. А если, например, пожилые люди, они привыкли по старинке платить в бумажном виде, они могут принять участие в программе? Да, они могут принять участие в программе. Им для этого надо будет прийти в офис Мособлигерца, взять с собой паспорт, взять квитанцию, взять банковскую карту. В офисе Мособлигерца есть электронное рабочее место. И, соответственно, сотрудник Мособлигерца поможет им осуществить операцию и оплатить. Ну, что хочется отметить, опять же, очень часто пожилые люди переживают, что с них берут комиссию за оплату. При оплате через Мособлигерца личный кабинет вы не платите комиссию. То есть у вас еще дополнительно получается вот этот бонус. Для кого не секрет, что комиссия банка это от 1 до 3% в зависимости от того, какой банк. А здесь у вас, во-первых, нет комиссии. То есть все те деньги, которые потрачены, они пойдут на оплату коммунальных услуг. А плюсом вы еще и бонус получаете из программы «Коммунальный бонус». Галина Михайловна в Инстаграм спрашивает. Хотелось бы принять участие в эфире, но телефон в стадии освоения. Как это возможно делать? Можно оставить комментарий там же в Инстаграм с вашим вопросом для Михаила Владимировича в данном случае. Можно позвонить к нам по городскому номеру 8495 508 86 84. И также оставить свой вопрос или высказать комментарий. В общем-то, что хочется сделать, то и, собственно, можно сделать. Про МОСОБЛ ЕРЦ мы с вами начали разговаривать. Этот коммунальный бонус доступен только для тех, у кого платежка от МОСОБЛ ЕРЦ или те, у кого другая управляющая компания тоже могут рассчитывать на поощрение? Эта программа, она работает только у МОСОБЛ ЕРЦ. Данная организация инициировала ее от своего имени. Соответственно, если у вас другая платежка, не МОСОБЛ ЕРЦ, то вы должны попросить свою управляющую компанию перейти на расчеты через МОСОБЛ ЕРЦ, и тогда тоже сможете принять участие в этой программе. Вдруг мы сейчас с вами кому-нибудь сагитировали в личном кабинете МОСОБЛ ЕРЦ зарегистрироваться, пожилые люди послушали, или не только они, что делать, с чего начинать? Там очень просто все. Вы оплачиваете квитанцию, как это и было принято, а в конце вам предложат заполнить дополнительные данные для того, чтобы прислать вам купон программы «Коммунальный бонус». То есть вам нужно будет туда написать свой номер телефона, актуально написать e-mail, куда придет, опять же, квитанция, не квитанция, извините, купон. И, соответственно, туда же будут приходить квитанции в электронном виде ЕРЦ. То есть у вас будет возможность получать квитанцию и бумажную, и электронную на e-mail. Тимошина 546 спрашивает в нашем аккаунте в Инстаграм. Поясните про коммунальный бонус по карте МИР. А карта МИР – это платежный механизм, и, соответственно, коммунальный бонус, он не привязан к картам, он привязан именно к оплате через Мособу ЕРЦ, кабинет Мособу ЕРЦ. Вы можете оплатить там картой МИР, а бонусы, которые есть по карте МИР, они независимо от этого начисляются. То есть у Сбербанка эта программа «Спасибо», соответственно, бонусы «Спасибо», они плюсом будут уже к коммунальному бонусу, если они начисляются на эту операцию. Мы с вами начали говорить про онлайн-возможности Мособу ЕРЦ и не только. Вот в чем умная платежка отличается от личного кабинета? Умная платежка – это элемент личного кабинета, он находится внутри личного кабинета, и можете, введя курсор на тот или иной объект платежки, получить по нему справку. как рассчитывается та или иная цифра или что означает та или иная строчка. А вот те партнеры программы, которых мы с вами уже частично озвучили, это окончательный список или он, возможно, будет меняться? Он меняется постоянно. То есть кто-то приходит, кто-то уходит. Поэтому если у вас есть желание получить от кого-то конкретного бонус, то вы должны это сделать либо сейчас, либо подождать, когда он появится уже в этой программе. Свои пожелания можно написать на e-mail Мособу Гирца, и они будут учтены при формировании пула партнеров на следующий период. Итак, самое главное условие участия в коммунальном бонусе – это оплатить квитанцию до 10-го числа. И не иметь долгов. То есть у вас в квитанции не должно быть долга. Вы оплачиваете квитанцию полностью. Вот в этом как бы основной секрет. Как только вы заплатили полностью, у вас уже есть возможность принимать участие в программе. И долга нет, еще и приятный бонус можно получить. Красота. Спасибо большое, Михаил Владимирович, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова